Хочу вам показать свой бандаж. Без бандажа я ходить не могу. Когда была беременна Каринка, мне подарила подруга бандаж. Я с ним отходила с Каринкой, с Камилочкой и с Кирюшей. И потом его отдала своей подруге. Он был в идеальнейшем просто состоянии. И вот сейчас мне пригодился снова бандаж. Подарила мне его моя соседка, такого вот бренда. Она недавно тоже была в ожидании малыша, уже родила моего дружочка. А вот она говорит, я себе купила и одела всего лишь один раз. Вот она мне его подарила. Еще в комплект входит вот такая вот штука. Она говорит, я не знаю, что это такое. В общем, я тоже не знаю, что это такое. Напишите, пожалуйста, для чего она, куда ее крепить. В общем, она шла в таком комплекте с этим вот бандажиком. Буду носить. Он сейчас как бы на меня немножечко великоват. Но я буду расти, да, животик мой будет расти. Он как раз будет идеальным. Но я его уже вчера носила. И мне с бандажом, конечно, намного легче ходить. Я вообще очень люблю Киткат. И сейчас во время беременности мне его хочется много. Главное, мне его не показывать. Поэтому мы сегодня с соседкой из Кумой пили кофе. Когда покупаешь в универсальный кофе, тебе дают еще Киткат. Как угощение. И вот у меня Кумасова ее отдала. Сейчас буду кушать. В общем, надо пользоваться своим положением, да. Она знает, что я прям по Киткату просила. Шампуни. Лошу сразу четыре. Капучино докончился. Так, хлебцы, доктор Корнер. Ага, спасибо. Ау. Так, шампунь это мой Олин. Так, хлебцы бородинские. Здесь. Ай-ай. Так, рементаришки. Раз в три дня я мою по всей квартире полы буквы ЗЮ. И только так, мне кажется, что они чистые. Вот больше никак. Ну и в эти три дня я или запускаю робот-пылесос, или швабру использую. Мне надо еще вот эти вот корзинки тоже. Немножечко пыльно сблили. Все это сейчас попротирать. Простерилизовать. Идеальное утро понедельника. День начинается с капучино. Она отправила своих в школу. И сейчас буду наслаждаться вкусным капучином. Несколько дней его уже не пила. Я его сейчас пью без фанатизма. Но иногда себе как-то хочется позволя. Ну, это где-то раз в три дня. Девочки, напишите, пожалуйста, вы когда были беременны, или вы сейчас беременны. Потому что я знаю, у меня очень много на канале беременняшек. Пьете ли вы кофе? Забрала Кирюшу со школы. На улице очень холодно. Несмотря на то, что светит солнышко, я его где-то минут семь ждала. Прям замерзла. Я уже замерзла, пока тебя ждала, пока ты собирался. Ну, красавчик, мальчик. Папа тебе опять лямку рюкзака не затянул. Он что, папа тебе лямку рюкзака не затянул одну. Сейчас попросим его. Он как раз приехал на обед домой затянуть. Ты как сегодня занимался? Хорошо. Молодец. Это радует. Кирюша, кстати, ходит на крымско-татарский еще дополнительно. В знаниях языка ничего плохого нет. Поэтому он ходит. Но он и должен знать два языка, да, минимум. Это его два родных языка. И два государственных языка. Это у нас, в нашей республике. Что-то мне так захотелось. Какой-нибудь теплый плюшевый пижамы. И решила себе купить такой вот бренд. Она прям такая плюшевая, тепленькая. Долго мы с моей соседкой выбирали. Я смотрела взять такого цвета серенького или взять цвета пудры. Но вот что-то остановились на этом. И ей мне понравилось. Что-то мне прям хочется чего-нибудь такого тепленького. Сегодня мне не очень много нужно было продуктов. Но все же кое-что нужно было. Взяла упаковочку вот таких вот губок. Блэк. Говорят, хорошие. Не знаю. Попробуем. 50 рублей такая вот упаковочка стоит. Здесь у меня чимчи. Взяла у корейцев. На университете очень вкусно. Но я такое ем сейчас крайне редко. Это больше для мужа. Взяла шампиньончики. Здесь у меня 450 грамм. Сыр. Черный принц. Хотела взять больше. Здесь у меня 500 грамм. Но сегодня какой-то был глюк. Не работали банкоматы. И нельзя было нигде рассчитаться картой. А у меня было налички. Мало. Но вот на все, что хватило. Десяток яиц. Мандарины. Гранат. Взяла один. В этом году мы еще не брали. Говорят, очень складки. Но взяла один. Напробуем. Попробуем. И здесь у меня три куриные филешки. Хочу ответить на комментарии по поводу Кирилла. Смотрю, в последнее время их стало все больше и больше. Что я его не снимаю из-за того, что он очень плохо разговаривает. Если бы он очень плохо разговаривал, в нашей школе есть именно спецклассы для детей, которые плохо разговаривают. После комиссии он бы пошел именно в спецклассы. Раз он туда не пошел, значит он не такой. Если вы что-то услышали, то, что вам показалось, что он плохо говорит, но это кажется лишь только вам. То, что он не выговаривает букву Р, это факт. Несколько звуков, но да, их ставит ему логопед. Но это не психиатрия, это не неврология. Это всего лишь логопедия. Я вам больше скажу, в первом классе, в их потоке, больше половины класса с проблемами того, что вот, то звуки не выговаривают какие-то, то шипят, то еще что-нибудь, то путают. Это все корректируется. Это не значит, что эти дети больные, что тоже инвалиды и так далее. Такое бывает, у меня знакомый мальчик, он тоже ходил к логопеду первые три года, и все у них стабилизировалось, как бы все будет хорошо, мы тоже занимаемся. Вот у него в группе был мальчик, который плохо разговаривает, действительно плохо. И по комиссии по МПК он пошел в эту же школу, только в спецкласс. Так как он не потянет программу обычную, да. Поэтому здесь не стоит того, чтобы вы между собой сидели, это все дело обсуждали. Каждый должен заниматься своим ребенком, и я думаю, что такая проблема у большинства, это даже не проблема, такая ситуация у большинства. И я не вижу в этом еще никакой проблемы, бежать к психиатру, к неврологу, лечить чем-то, ребенка этого лечить не надо. Это просто корректируется с занятиями. Логопед у нас очень хороший, логопед поставила нам много всего, он продолжает с ней заниматься частным образом. Мы платим свои деньги, потому что это надо обязательно подчеркивать, что у меня часто бывает, что упрекают, да. И плюс он еще уходит со школы, у них получается с каждого класса, кому надо какие-то звуки поставить. Вот у нас в школе что классно, что есть логопед, и вот они два или три раза в неделю, два по-моему сейчас раза в неделю, ходят еще дополнительно на занятия к логопеду, это бесплатно. Следующий комментарий, который тоже очень-очень многих беспокоит. Как же я буду справляться с четырьмя детьми? У меня Камилочка очень много внимания, и другие дети, и малыш тоже очень много внимания, которому нужно будет. Как же я буду справляться? Девочки, я вам хочу сказать, что есть мамочки, которые даже не могут справиться нормально с одним ребенком, у которого с одним ребенком грязь в квартире, ничего они не могут сделать, ничего они не делают, да. Поэтому здесь не количество детей показатель, и не количество детей говорит о том, что мать будет что-то успевать делать, что-то не будет успевать делать. Вот у меня у знакомых семеро детей, у меня идеальная чистота в доме, в доме, в частном. Идеальная чистота во дворе, идеально чисто одетые дети, всегда приготовлена домашняя пища, дети везде занимаются, все, она везде успевает. Здесь не зависит от количества детей, здесь зависит только от человека. И каждый человек, адекватный человек, когда планирует количество детей, он рассчитывает на свои силы. Вот немногие в комментариях пишут, что это вы молодец, там решились на третьего, да, вы молодец, решились на четвертого. А мой предел-то, например, двое. Каждый человек адекватно знает свой предел, и он до этого предела доходит, и все. И дальше он, скажем так, не развивает эту тему. И все, вы как бы не думайте, что количество детей имеет значение в каких-то действиях. Дети абсолютно не тормозят какие-то действия, это только мы сами. Я вот когда родила Кирилла, у меня никто из них в садик не ходил, да, все были дома. Я ходила с ними на рынок, скуплялась, я работала, девочки. Я ходила с ними с тремя, представляете? Я гуляла с ними, водила на занятия Карину, водила на занятия Камилу. Все возможно только если есть на этого желание. Если его нету, то поверьте, даже один ребенок, вот многие ему будут, многие будут говорят, ой, я так устаю, так устаю, я ничего не успела с одним ребенком. А вот, говорю, у меня у знакомых семеро, и она так мне говорит. Субтитры сделал DimaTorzok